Четвертый сезон проекта «99 избранных» стартовал тематической фотосессией на фоне жилого комплекса «Манхэттен». Ну а сейчас пришло время традиционных встреч в неформальной обстановке, или тематических туссэ, как их называют авторы проекта. В этом году мы разнообразили внутренние мероприятия. Как и в прошлом году, мы решили подойти к этому юмору и назвали их условно «Туссэ». Сегодня у нас первая туссэ – это «Бадзи туссэ». Мы решили в этом году уделить вопросам внутреннего развития, внешнего развития и показать участникам, что их ждет, в чем развиваться, в каких направлениях двигаться, в каких стоит не двигаться. Темой первой встречи стало древнекитайское учение. Бадзи – метод, позволяющий построить по дате рождения человека так называемую карту судьбы. «Когда человек ставит цели, когда он планирует, очень важно, дано ему это по природе или нет. У каждого своя стихия, у каждого своя энергия, благодаря этому можно найти подход к человеку». Честно скажу, я к этому отнесся довольно-таки скептически, но при первых минутах, когда начали, скажем, вот эту науку Бадзи ассоциировать с астрологией, то начали появляться какие-то такие уже нотки интереса. «Думаю, что это даже не столько для толчка, сколько подстелить соломки, там, где падать. Вот этот момент очень важен. Здесь по годам можно все это просмотреть. Если бы я раньше знала это все, то, наверное, мне бы было гораздо легче». «Здесь уже более личностная, более тонкая консультация, где он берет эту карту и начинает рассказывать, как бабка-гадалка, о том, что у тебя было, что будет, смотря просто на кривые языки, гулинки, китайские иероглифы». «Особенно это очень важно руководителям. Иногда приходит огромное количество сотрудников, и непонятно, нужен ли он компании или нет. По этой карте можно понять, подходит ли этот человек по энергии, принесет ли он вам результат, либо какой-то лентяй, а внешняя оболочка у него такого яркого и интересного». «Очень интересно послушать про то, как было, про взаимоотношения, вся информация, как ни странно, она правдива. Поэтому после сегодняшнего мастер-класса я обязательно почитаю поподробнее, что такое БАДЗы, и почитаю о себе побольше». «Вот каждое слово Константина – это было подтверждение тому, что есть я. Поэтому это вообще безумно интересно, и, ну, конечно, есть определенные минусы и плюсы, которые стоит вот развивать. Допустим, вот я еще раз подтвердила, что мужского у меня просто нереальное количество, и я буду развивать себе женские качества». Успех состоит из нескольких компонентов – профессиональные навыки, личные качества и простое везение. Последние часто связывают с астрологией, нумерологией, народными приметами, учениями и другими теориями, которые настраивают человека на достижение цели. Встречи участников проекта «99 избранных» будут проходить не менее двух раз в месяц. Ну а подробнее об этом можно узнать на сайте 99избранных.рф.